Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами с очень скромным, но очень вкусным рецептом капусты. Я уже давным-давно не квашу капусту. Это очень долго и не всегда очень тот ожидаемый результат, которого бы я хотела. Я пользуюсь рецептом, который у меня записан в книжечке. Книжечка уже вся покоцанная на этой страничке, потому что пользуюсь ним очень часто. Зимой выручают обалдеть сколько раз. Рецепт очень простой. Для начала нужно нашинковать капусту. Вот так, как вам нравится. Ее можно здесь будет замариновать хоть лепестками, но это не принципиально. Для лепестков я использую рецепт, который с бурячком, там с красненькой капусточкой. А этот рецепт мне нравится по-своему. Нашинковала капусту. Я буду здесь делать на 2 трети рецепта, потому что этого достаточно, абсолютно получается такая хорошая 3-х литровая кастрюля нашинкованной капусты. Нашинковала капусту и на крупную терку тру морковь. Сразу ее добавляю к капусте и сюда же выдавливаю чеснок. Вы можете в процентном соотношении делать хоть на пол порции. Смотрите уже как сами хотите. И теперь все это аккуратненько перемешиваю до однородности, чтобы потом нам это было можно страмбовать. И оно все-таки было однородное. И морковочка, и капусточка. Здесь не принципиально прям грамм в грамм 3 килограмма капусты использовать. Плюс-минус там 100 грамм, оно вам роли не сыграет. Теперь буду делать маринад. Для маринада наливаю сюда воду и наливаю сюда растительное масло. Добавляю также соль и сахар. Затем нам нужно будет поставить это все добро на огонь, для того, чтобы это все закипело. Я обычно масло наливаю чуть меньше, чем указано в рецепте. Не люблю, чтобы капуста была в масле вокруг. Она промаринуется и так замечательно, а большое количество масла там вообще никакой роли не играет. В общем, ставлю это все на огонь, пускай закипает. Следующим этапом нужно будет нашу капусточку хорошенечко страмбовать и упаковать в кастрюльку, в которой мы будем это мариновать. Я беру малированную кастрюльку. Конечно, лучше не использовать какую-нибудь алюминиевую, ту, которая будет окисляться, так как у нас там будет уксус. И так притрамбовываю хорошенечко хотя бы рукой сейчас на данном этапе. И теперь буду отвешивать уксус. Моя водичка, там уже сироп мой закипел. И сейчас я буду добавлять туда уксус. Дождусь, пока вместе с уксусом все еще раз закипит. И теперь заливаю капусточку этим маринадом, кипятком. Он немножечко осадит нашу капусточку, но не переживайте, капуста будет очень хрустящая и такая кисло-сладкая. В общем, обалденная капуста. Я просто обалдею от нее. И теперь вот такой толкушкой для картошки просто придавливаю для того, чтобы вся капусточка у нас была в маринаде. Даю минут 15 немножечко подостыть при комнатной температуре и убираю в холод. Как остынет, наша капуста готова. Но я люблю, чтобы она еще ночь постояла, у меня промариновалась хорошенечко. Все, наша капуста готова. Обалденная закуска. Очень вкусно, кисло-сладко. Обязательно пользуйтесь. Это очень вкусно и очень круто. А с вами, как всегда, был Кекс. И не забывайте поставить пальчик вверх. До новых встреч. Пока-пока.